Что делать, если потерял загранпаспорт? Для выезда за границу требуется предоставить ряд документов, загранпаспорт, страховку, туристический ваучер и карту, если это страны шенгенского соглашения, визу. Что делать при утрате документов? Загранпаспорт изготавливается в течение месяца. Если обратиться в стороннюю организацию, то можно ускорить процесс. Услуга платная. Следует помнить, что на момент выезда документ должен быть действительным еще три месяца. В противном случае паспорт будет считаться просроченным. Что делать, если утерян загранпаспорт, долгожданный документ, от которого зависит выезд за границу и пребывание в чужих странах? В таких случаях человек часто впадает в панику. Это неудивительно, ведь рушатся планы об отдыхе, есть риск не приехать домой и на работу вовремя. Потерянный загранпаспорт – стресс для любого туриста, поэтому для упрощения восстановления следует заранее сделать ксерокопию всех. Его страниц. Есть две ситуации потери. Человек находится в родной стране. Гражданин пребывает за границей. Первый случай не такой сложный. Гораздо серьезнее, если в чужой стране произошла потеря загранпаспорта, что делать в этом случае, описано в статье. Что делать при потере загранпаспорта? Взамен старого документа оформляется новый, с другим номером. После проверки в него ставят визовые печати. Гражданин выплачивает только госпошлину. Для процедуры восстановления достаточно обратиться по месту прописки или временного пребывания в территориальный орган по вопросам миграции. Нет конкретных сроков обращения с момента потери. Если подозревается кража, действовать надо незамедлительно. Сотрудники полиции рекомендуют сделать это как можно раньше. Паспортом могут воспользоваться злоумышленники. Настоящий владелец потерянных корочек может оказаться в следственной камере. На заметку. После написания заявления сотрудники выдадут справку об утере. Затем рассеянный гражданин может приступать к оформлению нового паспорта. Действовать надо так же, как при первичном получении документа. Пошаговое руководство. Подготовка документов, трудовая книжка, свидетельство о рождении детей, если имеется военный билет. Заполнение заявления. Фото понадобится формата 3,5 на 4,5 в количестве 4 штуки. Плата государственной пошлины. Подача заявления через МФЦ, госуслуги или ГУРМ. В графе «Причина оформления» нужно указать взамен утраченного. Документ будет готов в установленный срок, который зависит от ряда факторов. Не обязательно предоставлять сотрудникам ФМС справку об утере из полиции. Это требование считается незаконным. Обратите внимание. Восстанавливают корочки без уплаты штрафа. Заплатить необходимо за перевыпуск и за визы. Биометрический образец стоит 3500 рублей и 1500 рублей для недостигших 14 лет. Действует 10 лет. За традиционный вариант взымается плата – 2000 рублей для взрослых и 1000 для несовершеннолетних. Срок действия – 5 лет. Звездочка. Сроки изготовления новых корочек может занять от 1 до 2 месяцев. Это зависит от того, где подается заявление по месту прописки или временной регистрации. Паспорт должен действовать еще 3 месяца после пересечения границы чужой страны. Загранпаспорт могут оформить в течение 3 и даже 1 дня. Такие сроки устанавливаются, если надо срочно выехать за границу. Причина – болезнь близкого родственника, его смерть или выезд с целью срочного лечения. Документ биометрического образца выдадут не раньше 7-10 дней. Важно! Визы, открытые на момент потери паспорта, также требуют восстановления. Для этого надо обратиться в консульство той страны, куда собирается путешественник. Что делать, если потерял загранпаспорт, срок действия которого уже истек? В этом случае не обязательно обращаться в правоохранительные органы или миграционную службу. Достаточно сообщить об утере в паспортный стол. В этом случае, даже если паспорт украли, им невозможно будет воспользоваться. Потери загранпаспорта не в Российской Федерации. Сложнее ситуация, если загранпаспорт потерян в другой стране, что же делать в этом случае? Без потерянных корочек гражданина другой страны не выпустят домой. Нахождение без удостоверения личности в чужой стране запрещено. При первой проверке органами правопорядка гражданина попросят пройти в отделение для выяснения личности и прочих обстоятельств. В данном случае можно пару дней провести в изоляторе. Страны Шенгенского соглашения требуют от туриста не только загранпаспорт, но и визы и страховку. Что делать при утере загранпаспорта? Чтобы ситуация еще более не усугубилась. Найти ближайший полицейский участок и сообщить о своей проблеме. Заполнить там заявление об утере удостоверяющего документа. Попросить. Выдать бумагу, подтверждающую утерю паспорта. Эту справку можно показывать во время проверки правоохранительными органами. Посетить. Дипломатическое представительство России в чужой стране, там выдадут разрешение на возвращение в родную страну. Дипломатическое консульство не выдает загранпаспорта и не восстанавливает утерянные. Получить новый паспорт можно после приезда в РФ. Перед тем, как посетить посольство, необходимо сфотографироваться как на документы, захватить с собой все прочие документы, удостоверяющие личность, если такие имеются. Привести свидетелей с документами, которые могут подтвердить личность. Через два дня явится к дипломатам. За временным разрешением на выезд из чужой страны. Выдается бесплатно каждым представительством России в любой стране. Загранпаспорт, утерянный за границей, восстанавливается на территории России. Если утерян загранпаспорт за границей, как можно его восстановить? Для этого нужно привести двух свидетелей. Лучше, чтобы они были гражданами России. Если таковых нет, то нужно попросить родственников прислать копию паспорта по электронной почте. Даже все описанное выше не подходит. Консульство будет самостоятельно делать запрос в УВД РФ на удостоверение личности. Важно! После получения разрешения на выезд не стоит откладывать вылет в Россию. Справка действует 15 дней. В России гражданин с документом, полученным в чужой стране, должен явиться в орган ГУВМ не позднее трех дней с момента выдачи этой справки. Затем можно восстанавливать загранпаспорт по схеме, описанной выше. Особенности, если паспорт потерял несовершеннолетний. Что делать, если несовершеннолетний потерял загранпаспорт в России? Если документ потерян человеком, которому нет 18 или он является недеоспособным, то отвечает за него законный представитель. Ответственному гражданину нужно предоставить в консульство документы, подтверждающие родство или опеку над несовершеннолетним. Паспорта на ребенка перевыпускаются быстрее, максимум три недели. Бывают случаи, когда детей вывозят за границу организованной группой без родителей или опекунов. В этом случае все обязанности по восстановлению лежат на руководителе выездной группы. Загранпаспорт можно сделать быстрее, если заплатить коммерческим организациям. Теперь, когда известно, что делать при потере загранпаспорта? Можно смело действовать по пунктам. В любом случае в родной стране или за рубежом в первую очередь надо обратиться в правоохранительные органы. При себе желательно иметь все оставшиеся на руках удостоверения личности. Хорошо, если имеется ксерокопия загранпаспорта. Лучше подстраховаться и сделать это сразу при получении новых корочек. Для большей сохранности сканированные файлы сохранить в облачном хранилище.